привет друзья вы вновь на вы вновь на канале 2 кота и велосипед и давненько у нас не было распаковки давайте же посмотрим что сейчас нам прислали братья китайцы поехали сегодня у меня три небольшие посылочки начнем с мелочевки в первом пакетике у нас usb wi-fi адаптер обычный маленький usb wi-fi адаптер даже без антенки зачем я его заказал а фишка в том что этот wi-fi адаптер он на 5 гигагерц у меня в квартире роутер сейчас на 2,4 гигагерца но меня это не устраивает потому что в подъезде 60 квартир у каждого вайфай и то не один эфир полностью забит думаю перейти на 5 гигагерц взять был целиком и новый роутер и попробовать как она будет работать на 5 гигагерц в общем вот с этой штукой думаю будет компьютер лучше ловить сигнал поехали дальше следующая штука побольше и тоже думаю в ту же тему а эта штука это усилитель вайфая хорошо у меня уже один усилитель вайфая есть от tp link но меня он не устраивает потому что в том что у меня есть нету вот этого порта ethernet порта в этом же есть ну так обычный вайфай репитер я думаю его настроить как внешний сетевой адаптер и подключить к нему мою телевизионную приставку то есть сюда вот проводок его в приставку а это будет ловить мой домашний вайфай вот такая совсем дешевая штучка посмотрим как работает включаем нашу штуковину в розетку что происходит два светодиода засветились как настроить эту штуковину так похоже приложение на телефон надо о есть даже на английском замечательно сейчас настрою посмотрим как там у него сигнал ну вроде ничего может быть даже с этой штукой не придется переходить на 2 гигагерца и беседовать с провайдером ну что за компьютер чтобы подключиться к усилителю вайфая и настроить его нужно подключиться к нему кабелем задать айпи адрес своего адаптера из той же сети что адрес усилителя адрес усилителя на 192 168 11.1 я себя выбираю компьютеру адрес .2 а адрес .1 выбираю шлюзом после этого браузером мы можем зайти на адрес репитера 192 168 11.1 нас встречает окошко логина и выбора языка после выбора языка английский русского в нет настройках можно выбрать два режима работы репитера или режим собственно репитера как я выберу себе или режим точки доступа усилитель сканирует эфир в поисках вайфай сетей выдает список я выбираю свою вайфай сеть ввожу к ней пароль настройка завершена создана новая вайфай сеть тем же самым паролем проверим скорость интернета какая у нас получилось скорость проводного подключения у меня 100 мегабит на скачку я получаю через этот усилитель 11 мегабит на отдачу 47 если на отдачу скорость меня устраивает то на скачку конечно мало и последний из этих мелочей где запутать тоже что-то очень маленькая я даже догадываюсь что это еще один юсби адаптер который ловит gps gps байду глонас такой вот типа флешечки тоже зачем я его заказал сейчас уже не знаю но я проверю как он работает как он ловит спутники в помещении у нас заказал я его потому что я думал что я куплю планшет без gps только с вайфаем и воткнув вот это вот в планшет я получу планшет с gps обычно эту штуку покупают владельцы какой-нибудь лады веста в которой есть как говорят голова то есть планшет на андроиде gps нет они туда в юсби это втыкают и получают у себя в машине в недорогой навигатор сейчас проверим как она работает вставим gps адаптер в юсби порт компьютера windows обнаружила его как последовательный порт ком 11 попробуем открыть последовательный порт в терминале мы сразу же видим что в порт сыпется какие-то сообщения самой верхней строкой видим адрес w три раза u-blocks.com туда мы и зайдем за софтом нам нужно программное обеспечение ucenter причем нужно ucenter старой версии поскольку у нас адаптер версии 7 скачиваем архив и распаковываем его а теперь запускаем устанавливать или нет драйвера адаптера совершенно без разницы она работает как с установкой драйверов так и без единственное на что это влияет это на имя устройства в диспетчере устройств запускать пока не будем заглянем диспетчер устройств теперь порт ком 11 у нас называется ublocks 7 gps gnss ресивер запустим ucenter проверим чтобы порт у нас выбрался наш ком 11 и версия приемника то что у нас 7 давайте посмотрим что там в консоли а в консоли у нас все те же сообщения от gps приемника можно открыть вид небо и увидеть что у нас на данный момент нормально видится только два спутника но немножко подождем первый запуск gps приемника происходит около 10 минут впоследствии будут запускаться гораздо быстрее вот уже три спутника видны но тем не менее вот эта надпись no fix означает что пока что координаты не определены а вот мы уже определили координаты надпись 2d значит что определены только горизонтальные координаты без высоты давай попробуем в нашей любимой программе сас планет настроим в ней gps ком 11 порт включаем и вот у нас тоже показываются видимые спутники три активных и сразу же определились наши координаты замечательно приемник у нас моргает зелененьким когда он начал моргать значит координаты определены расположение зафиксировано ну вот на сегодня все с вами был василий твин кот ниппель и кот пупс всем мира и добра до свидания